всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте расческой уже наверное больше 50 лет она все еще работает что за расческой что у нас сегодня будет на обзоре ребят вы на крупный план я начинаю а вы догоняйте ну по большому счету да вот это все сегодня будет принимать участие в нашем обзоре теперь давайте разбираться по порядку ну конечно с бритвы начнем почему два лезвия будет зависеть от того какая здесь бритва закрытой или открытой гардой а это ребята на ссср прошлого столетия предположительно 60 70 80 какие там годы я не знаю года выпуска салоны в чехословакии вот такая вот красота которая приобрел то ли на мешке то ли еще где-то посылки которую любезно предоставил марсел он говорит он виктор смотри если надо бери скорее цена смешная цена на самом деле была смешная то ли 800 то ли 900 рублей что типа такого давайте я сейчас это вытащу и мы с вами посмотрим что уже в этом на ссср хранилось смотрите какую штуку там нашел 53 35 вот это вот не понял что это написано прага экспорт мэрион чехословакия вот вот такой штук вот эта вся красота там и было зеркало еще той поры двухсторонние пинцет ну пинцет понятно вот это вот это мне не совсем понятно потому что это просто чехольчик для зубочисток футлярчик тубу но не очень-то похож для чего я так и не понял но с этим конечно проще это у нас вот такой металлический футляр ухты мама дорогая полсильвера но бриться этим лезвиям конечно мы с вами не будем потому что она лежит без защиты металлической баночки но там уже наверно былой остроты мало что осталось но просто посмотреть что там такое мы можем полсильвер стандарт полсильвер стандарт так вертай взад пускай здесь лежит расческа и сейчас можно такие встретить но с той поры у меня еще расчесок не было тем более в чехословатских пилочка для ногтей я смотрю дизайн с прошлых с прошлого столетия не сильно то изменился сейчас есть такие же но прикольно вот так наверно будет лучше видно тубусы пошли здесь что-то болтается что оба чтобы это значило вот дырку прикрывать для чего он нужен ребята тоже не малейших догадок получается вот это не знаю для чего вот это не знаю для чего ну вот с этим давайте с этим да у нас сегодня уже есть ребята у нас уже есть помазок ёперный театр ухты пылища пыль веков смотрите так и фигачит но естественно перед тем как начать бриться я его промою хорошо вот такой седой пыли вам пускать не будет прикольно очень интересный помазочек так с этим уже тоже все ясно разобрались это значит для помазка а вот мыльница ну с этим то как раз понятно оба а вот и наш станочек ручка люминь накаточка ну или алюминий или дюралюминий легенький легенький такой ну и наконец-то сама бритва в кожаной обертке посмотрите какая открытый открытый значит сегодня будет рапира потому что марцелл предупредил грит викторич если будет открытая салона говорит ставь лезвие помягче потому что она зубодробительная она офигеть какая агрессивная но все давайте теперь собирать уже всю эту конструкцию вместе с лезвием и смотреть как это будет выглядеть почему у меня остались вопросы вот это непонятно что и вот это непонятно что то есть две баночки я не знаю куда пристроить хлопцы если у кого-то есть догадки будь ласка поделитесь а то что-то я уже всю голову сломал и так бритва сегодняшнего обзора салуна производилась чехословакии прошлом столетии точных дав производства я так и не сумел найти единственное что я могу сказать это опять же со слов марцелла это то что эта бритва производилась не просто так она была точно так же как многие бритвы в союзе сворована сворована жилета и делалась она жилета армии благодаря тому что время от времени жилет все-таки закрывает свои лицензии люди уже спокойно производят во всех странах бритвы подобные жилету так случилось жилетом тех но жилетом армии так не случилось лицензия до сих пор еще патент вернее до сих пор еще действующие не закрыт поэтому как только у нас начались вот те перетрубации конце прошлого столетия которые вы уже знаете под кодовым названием перестройка и прочее прочее в чехословаке перестали производить эту бритву были конечно мысли у меня сделать ее из нержавейки и до сих пор еще остаются но тут много нужно изучать много нужно понимать что как делать чтобы она была такая же простая и доступная по цене ну а раз у нас это открытый гребень и кстати да бритва трехсоставная резьба я так думаю такая же как и везде им 8 шагом 05 верхняя плита посмотрите это у нас силумин с пульками ну или что-то такое верхняя часть хромированная в очень хорошем состоянии прям сохранилась заморчательная нижняя плита это алюминий дюралюминий что-то из этой серии ну штампованная конечно конечно штампованного тут даже какой-то лого еще сохранился вот он давайте поставим лезвие конечно сегодня пойдет рапира предупрежден значит вооружен если марцелл говорить что открытая агрессивная значит так она и есть закрываем собираем общие габариты бритва скорее всего тоже такие же как и в открытом закрытом варианте длина судя по тому как торчат ушки 41 с копейками выпирает но не сильно даже наверное 41 на 40 с копейками в районе где-то сорок с половиной как у нас лезвие все нормально вот этой бритвой сегодня будем бриться помазок предполагаемый товарищ на обзор синтетика от яков конечно же уходит на камейку за вас на скамейку запасных потому что но ребят когда у нас с вами вот такая красота из набора но грех таким не побриться такой помазок держу в руках впервые это кабанчик кабанчик скорее всего еще ни разу в деле не бывал ворс смотрю не распушенный пыль веков и сами видели на обзоре какую я стряхивал поэтому сейчас будет нещадно мыт распарен ну и подготовлен фирма не вижу здесь что за фирма как она написана ну короче вот тут вот потерлась вот это я не могу прочитать а вот эти вот маленькие вулкани z стерилизает чтобы это значило фиг его знает но вот так вот он выглядит по диаметру невелик я думаю тут миллиметров 20 не более в попе и вот такой вот упорчик ну под палец вряд ли а вот так вот да так вот наверное можно будет держать молодцы продумали вот этой красотой сегодня и будем работать а вот банками от тдс ребята засада с одним более-менее ясно понятно что до и после сегодня пойдет в качестве пришеева в качестве о а ну а другой стороны почему бы и в качестве автошеева него попробовать что вы знаете сразу все позиции закрыть до и после ну тогда плакали телосьоны которые сегодня приготовил сегодня все это будет заменять вот эта штука до и после от тдс of что это такое это некая субстанция в виде вот такого густого крема который да все таки течет видите да и очень интересно пахнет но интересно не в сторону интересно нравится а сторону необычно вот с этим сейчас и будем разбираться из чего он сделан или вы сейчас видите на экране или вы сейчас ставите на паузу и смотрите вот здесь вот состав вода стерей новая кислота и прочее 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 и убираем его сторонку а вот с этим засада потому что каждый из этих банок меня по-своему чем-то притянуло чем притянуло это ребята с запахом запахом не ожидал я такой розы от эдс а потому что она реально вкусная реально вкусная и прям вот кайфовая не скажу что такая же кайфовая как например вот англичан но она хороша она реально хороша это не та нота розы которая была раньше которая не пойми чо пришей рукав то есть вообще не кокосовая просто там какой-то намек чего-то там а здесь реально розы реально вкусная реально хорошая вот этим и цепануло следующее мыло которое я хотел бы отметить от нас все-таки анисовая все люди которые любят они свои конфетки они свои напитки просто анис но не смогут пройти мимо этого мыла потому что она анисовая прям настоящая они свои прям мать его вкусная анисовая прям от анисовая анисова не какая-то химоза под аниса именно анис вот этим и цепляет вот прям вот до мурах на коже цепляет вот 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 дабл кто не верит пожалуйста вешать вешать однозначно вещь и хочется лана лана цепанула не не почули ветивер а название чем будешь бриться да ладно и посмотрим там ничем ну вот лана посмотрим вот это вот и есть здесь она запакованная аромат сильно то не пробивается но название лана конечно же меня не оставило равнодушным а здесь не оставило равнодушным то что это не то чтобы даже угольная хотя она конечно же до угольная но то что это мыло натурально и вот это но опять же цвет ну ребят но к такому цвету как можно быть равнодушным тверденькая такой средней твердости так и что же что же как же быть то но короче принимая волевое решение сегодня будет роза роза а все остальное уже потом роза и до и после вот эти вот две вещи ну и конечно же тот авто шейх который я сегодня приготовил сравнение эпсилон с настоящим флойдом который вот у нас прислал спасибо ему огромное но это мы перенесем с вами на следующий раз а сегодня все это будет заменять вот эта штука проверим работает или нет все пошли бриться хорошо наверно сейчас начнем с до и после но прежде чем мы к нему приступим я предлагаю наверно все-таки умыла взять и маленечко водички добавить вот так пускай она здесь чуть-чуть поквасится этого будет достаточно и пока уберем в сторонку напоминаю роза роза сегодня блин ребята вот просто открываешь и банку да и вот в этом месте так пахнуть начинает цветочный магазин зашел прям она чуть-чуть сладковатая но без всякой приторности я учатся сижу а банка видите где да вот а мурашки тут и вот эти вот 30 40 сантиметров которые между мной банки только из-за того что я открыл ее и добавил чуть-чуть воды они дают вот этот букет как будет на лице не значит посмотрим потому что вполне вероятно что это будет слишком насыщенно и будет забивать но пока это огонь огонь посмотрим кто и после вопросы тоже есть потому что ну до после ясно понятно во время вот если было написано до во время и после ну вопросов было бы меньше сейчас получается если до ну казалось бы взял его как пришейф нанес да а потом просто бери компресс там ли смой и уже автошейвом но этим мылом но вся фигня в том что сами тдс его описывают что на лице остается пленка которая способствует хорошему бритью для всех типов кожи ну то есть это чего и во время что ли тогда мыло получается не надо вот тут пока вопросы так что давайте разбираться как открываем банку я думаю что сейчас так здесь есть что-нибудь маленько маленько но я думаю нам вот этого и будет достаточно наносим это на лицо но не не я как во время не стал бы это использовать качестве пришей вода дачу нет то нет во время точно нет за одним сейчас можно понять какая она по структуре и чтобы не переборщить во время как его и будем использовать качестве автошейва но если на влажное лицо туда много не надо будет так но все того что с крышки нам уже хватило хорошо самое время заняться мыло так ты пока сторонку ты пока тоже в сторонку а ты иди сюда так чуть-чуть чуть-чуть влаги тут есть она уже покушала она уже размягчила теперь давайте загрузим помазок помазок был вымыт 7 водах в чистых родниковых прямо из-под крана ну и во время этого конечно ну чтоб 10 волосков там потерял ну и да вот это вот дырдочка которая вот здесь когда я говорю что а вот во время нанесения можно будет использовать ребята забудьте если хотя бы чуть-чуть есть что-то на руках типа влаги типа мыло скользит болей вообще пипец просто бомба вот она вот она вот она вот она родная та самая мыльная сметанка которая ну по крайней мере я уже знаю как это страдает сам делать вот если вы как он дмитрий говорил да рассказывал вот вот если делать такую сметанку вот я уже понял как ее делать чуть чуть-чуть водички кабанчика и посмотрите что у нас тут получается красиво мне нравится вообще шикарно шикарно просто шикарно без всякого сбития пожалуйста вот она вот она родная ну сами посмотрите структура мелкозернистая бы не назвал все-таки вкрапления воздуха там все-таки видны но маленькие небольшие а другой стороны очень хорошо сметана кремообразная нечто такое у нас получилось но вот на этом этапе я считаю что сейчас вот ее трогать не надо сейчас мы идем с вами на компресс еще раз чтобы вот это все впиталось ночью начнем бриться хотя по-хорошему вот это бы сейчас нести на другой стороны у нас до на лице поэтому давайте лучше компресс так ну чтож берем нашу сметанку и давайте уже наверно то ладно чё там как нам старики деды завещали да вот так не для меня цветут сады не для меня донора зальется и сердце девичье забоется что-то придет ребята сегодня столько запахов столько всего нового вот так вот душа открывается а на улице на улице все ветки инием побиты мороз да небольшой не маленький град 15-20 хорошо 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 просто хорошо ну чё ну вроде вот и вот и тогда ну сейчас пока руки в порядок приведем так мы так поэтому пена лишняя как и сало кулатском хозяйстве не бывает поэтому маленечко сюда все же сгрузим но остальное остальное чё жалко да жалко ну жалко у пчелки надо быть но по-хорошему конечно сейчас минутку бы посидеть ко мне недавно в к 1 парнишка написал я вас смотрю хорошо и на шее раздражение ладно хорошо от меня чего требуется молчит ну ладно твои беде можно помочь первое это найди на канале плейлист все для новичков там выжимка выборка все только для новичков то есть не вот все 500 600 видео сколько там уже а вот именно для новичков и полистать посмотри прошло какое-то время пишите прям любым станком можно не поверишь любым вот просто пошел взял и давай их путь ну раз у тебя вот такая фигня как у тебя сейчас стану вы возьми чего-нибудь там типа вилкинсон да ну что про пиры сразу себе все не сносил не знаю дойдет не дойдет до видео где этом говорю что в лезвий побольше бери 5-10 видов но другой стороны ребят ну значит будет на ошибках учиться на своих так ладно покушала давайте чуть-чуть добавим водички ну и сейчас ту самую пену будем по щитим загонять но мои опасения не сбылись розы тут по шарам не бьет до запах чувствуется я уже чутка к нему принюхался пена на самом деле плотная на самом деле хорошая на самом деле нравится но если мыло и еще на самом деле натуральные как говорят на другой стороны тдс никогда не врали чем сейчас врать думаю что натурально значит это интересно посмотрим как она брить будет помазок несмотря на то что во время процедуры очищения он потерял сколько там в десяток волосков мне нравится нравится пока ручка и конечно маленькая маленькая колька как мыло мокрой руке как омылок но другой стороны им же надо было все это в этот продуктовый господи дорожный набор запихать ну вот такую и сделали так что-то я перегустил тут что-то еще волосок один нарисовался ну хлопцы я в патовой ситуации мыло прет и прет еще раз нам будет просто меньше выбрать потому что если я сейчас начну его разгонять чтобы она пожиже был считать что будет его еще больше станет поэтому пока стопы а вот она нашел эти атаку ну и давайте уже бриться с этим так грейм станок пускай вы тепленький хорошенький салуна закрытой гардой не скажу что она тела от нее но нравился нравился штанок зачетный хороший с открытой с открытой держу в руках впервые что будет сие мне неведомо но посмотрим блин блин я думаю чуть-чуть блин блинский и не хватает шкурку вытягивать ну ребят с лезвиями я по-моему перебздел можно было что-то и пободрее ставить блин и вот опять на том же месте ну как так то на том же месте в том же час да ну его блин хлопцы вы извиняйте но я на ночь все таки это попробую другое лезвие поставить ну чё-то как-то прям ну не то чтобы по звезде ладошкой но что-то как-то мягко мягко слишком мягко но вот на это не смотрите это откажется следствие этого так решил маленько по сумасбродничать несмотря на то что рапиры он себе там разнес хочу попробовать поставить к и и посмотреть что из этого получится ну 50 на 50 или получится или не получится ровненько ровненько ну чё-то я не сказал что картина ошибка поменялась да чтоб тебя муси съели прилипла там какая-то зараза выловить его не могу так явно влаги уже маловато я узнаю что-то как это все а 0 а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки второго прохода мне не хватает Ну такого нормального Ну вот, вот это уже что-то там есть Ну... Похоже, ребята, которые в комментариях под видео прикалывались Типа там... Сейчас посмотрим, Дикторична играется Опять будут на три прохода переходить Возможно, вы были и правы Ну, сейчас давайте об этом чуточку попозже поговорим А сейчас... Сейчас все... Сейчас на лице масляная подушка То ли из мыла, то ли из того, что до и после Который очень-очень дофига Сейчас делаем компресс И используем до в качестве автошейва Все, компресс Хорошо Ой, ряху-то, ряху-то разнес Все, что смог, короче, все выжило из танка Всю дурь его Или свою Чью там дурь? Не для меня... Ну, наверное, сразу... И завтра шивимся Вот, маленько вот так вот И вполне себе Да-да-да-да-да-да-да Больше не надо Я чувствую, прям как он расходится Я не знаю, есть или нет Вот здесь вот прям анис Я чуть-чуть такой, знаешь, вот так вот Понюшечку такой Пумс Вот что-то есть такое вкусно Так Какой там анис Сустав вода Тара-та-та-та Они пишут нифига ничего Неа Пишут, что защищает там То-се-пятое Ну, короче, вот обычный То-се-босе Так Уже начал сохнуть Что приятно Ну и посмотрим, что будет Давайте, наверное, с мыла начнем Мыло, ребят Я даже не знаю, что сказать Потому что вот сейчас я на наш сайт зайду Посмотрю Так, че Так, крем мыло Нота Розы 100 миллилитров Сколько там 5 баксов А не 8,30 500 рублей Можно ли брать такое мыло За 500 рублей 100 грамм А че нет Да, вполне себе Я вам даже больше скажу Если бы кто-то из буржуев Сделал такое мыло Вот именно такое Пускай там банка будет Другая-другая этикетка Его бы за эти деньги Никто не продавал Его бы там продавали дороже Там дешевле Продают совсем другие мыло Не такие, как это Чем же оно меня так торкнуло Первое, чем оно встретит вас Это, конечно, своим ароматом Ребята, здесь аромат Не дешевые розы Из-за бегаловки А приличные дамы Вполне себе И здесь аромат Не на 3 копейки Здесь аромат Настоящие розы Он В меру Ну, скажем так Там и все, что нужно От розы От такой, знаете Бордовой Хорошей, свежей Которую при вас Только что девушка Зашла в холодильник Распаковала вот эту вот Связку там Из 30-50 роз Сколько там есть Вытащила И на вас вот этот букет Вывалился Но даже здесь вот Маленькое что-то Сладенькое Есть от розы Те, кто не любит Слащавое Не любит сладкое Ребята, просьба Не переживать Потому что здесь Его в меру Здесь все сбалансировано Я даже вот сейчас Вот серьезно Начинаю думать Какая роза Мне больше нравится Английская или это Ну, вот Вот втык-втык Был Лоб в лоб Боих сравнить Но у меня любимая По-моему От вухсиксов Вы помните наверняка У меня любимая Все я уже вымокала Все на себя Извела Если вдруг осталось Обязательно сравню Но это тот аромат розы Мимо которого Я бы пройти спокойно Не смог Я бы обязательно Становился Огнился Ой, что это Потому что аромат Хороший Чем? Своей насыщенностью Своим букетом Своей прелестью О полном Отсутствием Химозы И вот та невменяемость Которая была В предыдущих продуктах Этой компании Которая называлась Аромат розы А, нет, нет Пру Нота розы Никакая здесь Нахрен Ни рота Ни нота Здесь нормальный Хороший Такой вот прям Букет И вот Тебя в него Воткнули И ты наслаждаешься Аромат обалдеть Дальше Пенообразование Петь Ты ему только Помазок показал Но тут же Сразу возбудилась Сама пена Структуры Мне понравилась Как на лице лежит Ну это просто Что пипец Польскольжения Ребята Более чем достаточно Все те Кто судит Мыло Именно по этой Галочке Польскольжение Здесь все будет хорошо Все зашибись Ну Вот Кто любит Аромат розы Ребята Рекомендую Вот вам тяжело Дотянуться до Вулфикса Где-то заказать Вулфикс Английская роза Вот это Вам послужит Утешением У нас здесь Нашей отчизни Очень хороший Я вот сейчас Даже вот среди наших Если кто-то еще И делает розу Я вот такого Точно не встречал Да вообще Вот среди всех Буржуинских Вот после английской розы Вулфиксов Вот это вторая роза Которая у меня В душе Какой-то отклик Нашла Потому что Шикарно Шикарно Все лишь отличие В том Что там англичане Там крем Такой Ну прям Жиденький А здесь мыло Вот Поработали Шикарная штука Просто шикарно Удивлен Удивлен До и после Пока еще не понял Как к нему относиться Но то что он что-то делает Это К бабке не ходи Вот однозначно Что-то он делает Что же То небольшое количество Которое мы нанесли Перед бритьем Ну да На самом деле Там Я прям чувствовал Это на лице Знаете Вот так Как вот Ну холодец Тонким слоем Возьмите где-то Или гель Намажьте И ты так вот Раз проводишь чем-то И ты чувствуешь Что у тебя скользит И вот здесь вот То же самое Это не помешало Мне разнести всю харю Там поставить Несколько тычек Ну ребят Мои способности Вы все знаете Я иногда делаю Что-то правильно Иногда что-то неправильно Иногда вопреки Иногда через Совсем неправильно Я могу по-всякому Я универсал Причина проста Я живу Я живу так Нравится мне Кому-то это не нравится Кому-то нравится Кто-то меня поддерживает Кто-то со мной На одной волне Кто-то говорит Что я вообще Ни хера ничего не умею И вообще там Свободен Иди Ребята Я такой какой я есть И другим я не стану Так вот Я могу сделать все Даже вот с этой штукой Порезаться Я все к этому Но сейчас посмотрите Вы раздражение Видите Вот эти вот легкие Два пятнышка Я думаю Вот эта хрень Поработала Обычно у меня Все эти букеты Побольше Обычно Побольше Вряд ли здесь Есть что-то Кровоостанавливающее Но по каким-то причинам Кровь перестала идти А может быть Здесь и есть Что-то такое Просто там Не указывают Распаковку Со всеми этими Ништяками От ТДС Вы сможете увидеть Только в понедельник Полную Все что они там прислали Но уже сейчас Если вы вдруг Зайдете на наш сайт Вы там все это найдете Увидите И не только это Там еще и от других компаний Там итальянского Что-то Евгений Васильевич Натаскал Там всего дофига Кому интересно Зайдите Посмотрите В том числе И вот эта штука Как минимум Попробовать Тем более 300 рублей Такие же большие деньги Я думаю Что стоит Ну а для всех типов Кожи Уже хорошо Уже хлеб Дорожный набор Салуна Чехословакия Прошлое столетие Минимум 50 лет Расческа Понравилась Хорошая Работает Блин Без нареканий Прям огонь А все остальное Ну пинал Еще для лезвий Тоже понравился Ну так вот Знаете Прямо Точняком Сама бритва Да не понял Я ее Одного раза Мало Я бы еще Потому что Как минимум Я сегодня Ни с тем Ни с другим Лезвием Не угадал РПЛ для нее Было слишком Мягкое Потому что То невыразительное Бритье Которое Я вот чувствовал Ну Вот ты идешь Да вот Не по асфальту А по грязи И идешь Допустим А у тебя Чистая обувь Чтоб не замараться Ты одеваешь Галоши Каждый раз Когда ты Вытаскиваешь Ногу из этого Дерьма По которому Ты идешь У тебя галоша Там остается И ты не знаешь Куда ногу поставить Вот такая Неуверенность У меня была Здесь в РПЛ Понимаете Ну Через пень Коллодно Ну конечно Это угнетало Поэтому решил Поставить Каи Каида Хохотальник Они у меня Разнесли больше И точек По наставил Ну я хоть Побрился Хорошо Побрился Где там Моя бабка Сейчас Сейчас Понжик Понжик Ну-ка Понжик Покажи Да всю правду Доложи Цепляться Будешь Нет Сучонок Не хочет А Да Вот здесь Можно было бы Пройти разок Но это не бритва Это мои Заморочки Так что Ребята Побрился Это хорошо Но при всем При том Хоть на том Хоть на том Лезвии Я какого-то Такого особого Кайфа Это не это Вообще Не заметил Закрыты Закрыты Мне было проще Это знаете Как со старым Карифаном Там сели Там поговорили Там говорить Ты ничего не надо Сразу понятно Пошли Там литр пива Взяли Там в облачке И сидишь Просто там Всякую чешую Несешь Ну что Ну на одной волне Там рот открыл Он уже знает Что ты скажешь Вот как-то так было Здесь же нет Здесь с человеком Только познакомились И еще как бы Непонятно Там А что Что за перец Как С какой стороны К нему Поступиться Так что Пока Пока я эту бритву Не понял Вполне понимаю Почему Чехи и Словакии Гордились этим Произведением Потому что Ну скажем так Те бриты Которые у нас В России Выпускались В СССР Мы ими тоже Гордились Несмотря на то Что они все Были слямжами Ну может быть И не все Может быть Процентов 90-99 Ну что-то там И наше было Тоже А насколько я понимаю В Чехословакии Выпускалась только Сауна Ну она тоже Была слямзиная Спи 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 Спионерили С этого Жилета армии Но Это же наша Ну в смысле Это же ихняя И вполне понятно Что гордилась Да и гордиться Было бы нечем Если бы эта штука Не брила Она бреет Она бреет Поэтому Это Очень хорошая Веха Но Открытый гребень Точно Не мой Я даже Большой щетиной Четырех Пятидневной На него бы не пошел Ну Что-то Вот Ноты Какой-то Не хватило Понимаете Мы вынесем И вот Она свое Поет А я свое И никак Мы вот так Реверберацию Включить не можем И что-то Как-то Не получилось Несмотря на то Вполне себе Могу поверить Если допустим У кого-то Из людей Этот станок На постоянке Или кто-то Вовремя От времени Пользует И он ему Нравится Вполне Вполне Какие противопоказания Ребята Да практически Никаких Ручка не скользит Если у вас Шкурка позволяет Выбреет Без таких Заморочек Как у меня Ну и руки Конечно Под этот Заточенный Не как у меня То есть Вполне себе Годная бритва А еще Из набора Я хотел бы Сказать Вот об этой Вещи Несмотря на то Что это Старинный Помазок Я думаю Что вот Он хороший Но есть Огрехи Те действия Несчастных Волосков Которые он Потерял Во время Мытья Потом еще Тот питок Который Во время Бритья Это я думаю Временное Полезное Явление И время От времени Это все-таки Случается Скоро Это закончится Пройдет Все Кончится У него Вот этот Клинический Или как Это сказать Нехороший Вот этот Перевод Все нормально Будет Но ручка У него Другой Не станет Она маленькая Она скользит Если вы Чуть-чуть Намочили Если у вас Чуть-чуть В этом В пене Все Попандос Вполне Себе Навало Маленьких Станков Котовой Маленьких Помазков Которые Также Предназначены Для Путешествий Вот там Ручки Там Хоть Взяться Можно Здесь Тяжело Будет Будет Не просто Будет Не просто А так Веселый Веселый Такой Дедушка Спокора Что ли Или кто Это такой Вообще Я не знаю Вообще Может на разных Предприятиях Делали Я фиг его Знаю Марцел Если в курсе Если что-то Я там не сказал Про Вот это Про набор И про Помазок Добавь У тебя там Информации Всяк Разно Больше Вот О чем Еще забыли Да вроде Ни о чем Не забыли Значит Пора прощаться Что будет Следующая Бритва Не знаю Если Говорить За мыльно Пузырные Там да Там понятно Что будет ТДС Много Кроме Автошейва Потому что Автошейва Я все-таки Хочу сравнить То что Не сравнил Сегодня Эпсилон И Флойд А вот Что касается Бритвы Да наверное Распотрошим Чего-нибудь У кого-нибудь Тем более Есть что Из чего Там и Урмас И другие ребята Сколько всего На пописывали Поэтому Добра И счастья Радости Берегите себя Берегите своих близких Дай вам Бог Здоровья Пускай у вас Всегда-всегда Все будет хорошо Сейчас Не просто Но каждое Не просто Хорошо тем Что оно Рано или поздно Заканчивается А потом Будет Все очень просто Легко И понятно И здорово И заживем мы с вами Дружно И весело Когда-нибудь Ха-ха-ха-ха-ха На этой Оптимистической ноте Я с вами не прощаюсь Ребята До следующей встречи Пока-пока Подписывайтесь на канал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok